друзья всем привет в данном видео хотел рассказать немножко по золоту свои мысли и идеи что мы можем увидеть в 2024 году до конца года какие у нас могут быть базы накопления и закончилось ли импульсное движение вверх давайте с этим разбираться анализ я всегда делал со старшего периода всегда смотрим на потенциал движения минимум квартал максимум год в текущем году у нас есть незакрытая цель 2309-2345 это важный диапазон это формирование потенциала движения до свечи в первом квартале до конца первого портала у нас немного времени остается у нас была граница движения но мы не достигли данной цели у нас квартальные диапазоны сместятся то есть у нас откроется следующий квартал и у нас будут свои другие цели задачи значит у нас сейчас не про квартальный сейчас по месяцам разберем момент значит давайте на квартал глянем на свечи квартала то есть у нас потенциал убрался одной свечи паранормальный да то есть у нас был ряд маленьких свечей и потом была поглощающая свеча одна вот за счет этого у нас был увеличен потенциал текущего квартала да то есть который мы не достигли но это ничего страшного значит у нас в следующем квартале в следующем квартале ну я примерно взял такое же движение примерно как у нас бралась в расчет но следующем квартале у нас диапазон будет немножко поуже да то есть это пока предварительно да я хотел показать динамику как что у нас может произойти во втором квартале или в третьем и мы можем достичь наших задач которые у нас стоят 2024 году чтобы отработать и завершить этот цикл значит у нас есть то есть обозначил движение месяца месяца вот у нас мы видим текущий месяц он в отношении к предыдущему у нас не пользу и следующем месяце у нас будет расчет единичка здесь стоит то есть у нас потенциал допустим открытие текущий момент допустим представьте что через неделю мы в этой точке примерно где-то закрываются и у нас откроется следующий второй квартал второй квартал и вот у нас вот такие моменты для расторговки то есть какие у нас точки будут давайте сразу нанесу что у нас может произойти глобально вниз я не беру пока то то есть от которого уровня диапазона у нас может наставлять реакцию предположим что это у нас точка закрытия и точка максимальная которая у нас будет которая у нас пошла коррекция то есть у нас есть возможность сделать 50 процентов от паранормальной свечи вниз сформировать одно четвертого квартала это у нас 2089 и первый вариант от этой точки мы завершаем цикл идем в сторону 2309-2345 это первый вариант второй вариант от этой точки мы идем на баланс квартала если мы на баланс квартала пойдем мы можем уже 50 на 50 говорить о том что мы пойдем движение сразу вверх на 2309-2350 это 50 на 50 то есть когда мы формируем да у нас есть открытие свечи и мы формируем фитиль и потом мы делаем движение 50 процентов до 70 процентов что мы когда спустились на захват на формирование фитиля 70 процентов у нас есть доля вероятности что мы пойдем полное тело делать и закрываться выше уровня открытия но когда мы спускаемся ниже фитиля 1 и 4 движение сторону 50 процентов здесь у нас 50 на 50 то что мы выйдем за пределы уровня открытия и сделаем движение 100 процентов вверх есть вариант если мы уходим на 50 процентов есть вариант накопление в рамках 1,4 на этом этаже это первый вариант второй вариант то есть сужая структура сужающая фаза накопления это первый вариант второй вариант расширяющая структура накопления в рамках 50 процентов от движения то есть у нас может быть такая ситуация первый вариант мы копим в рамках 1.4 есть вариант что мы пойдем формировать потенциал движения квартала который будет пересекаться с годовыми движениями годовой целью второй вариант второй вариант это у нас расширяющая фаза накопления который может быть 50 на 50 что мы пойдем все-таки и дойдем в этом квартале в этом квартале до нашей цели потенциал квартала есть мы берем расчет допустим вот этой точке вот у нас движение квартала движение квартала то есть от этой точки если мы берем то мы можем сходить в рамках квартального движения второго квартала потому что у нас постепенно будет формироваться на увеличение движения многим это сейчас ни о чем не скажет это математика тогда но это работает не один год можете анализировать посмотреть видео расчеты по различным инструментам биток и золото и другие инструменты акции так но это двух словах я сказал какие могут быть и на сценарии если мы пойдем от точки открытия давайте посмотрим что мы допустим сходим на четверть вверх на четверть вверх не достигну то есть обновление пика то есть мы сделаем обновление пика обновление пика волатильность потом поменяется уже во втором месяце второго квартала там уже будут другие диапазоны но как раз с этим с этим примером поработаем то есть мы сделали допустим движение движение вверх от точки открытия вот у нас точка открытия первое первый вариант мы рассмотрели как мы можем сходить вниз первый там и второй этаж на два этажа и со второго этажа нам сложнее то есть мы попадаем фазу накопления в рамках 50 процентов движения такая структура двойная вершина и есть вероятность того что на обновление пойдем выше здесь вероятность другой второй вариант от точки открытия мы сделали то есть какой-то минимум представим что точка открытия это и . и же на свечи когда от уровня открытия мы практически отката небольшого или вообще без отката делаем допустим вот свечаюсь сразу резко мы допустим вот эта свеча открылась и пошла даже минимум фитиля не сделала никакого вот предположим что мы от точки открытия обновляем пик делаем в одну четвертую квартала 22 241 и от этой точки у нас какие есть вариант вариант 1 вот у нас первое накопление дойти до уровня открытия второго квартала ну в принципе уже не обзор уже как занятия получается ну пусть будет так значит мы образовали пик значит движение то есть вернулись до точки открытия мы здесь будем испытывать большое сопротивление то есть вот стараться удерживать данный диапазон потому что здесь от этой точки проще дойти до нашей цели до нашего диапазона 2309-345 то есть если этот этаж не удержит то есть мы опускаемся на второй этаж на баланс квартала под баланс и квартала у нас первое пробить грубо говоря потолок и выйти на второй этаж это первая задача сформировать двойную вершину сформировать двойную вершину и только потом сделать любите конец цикла 2024 году добить наши цели если не последует если не последует у нас реакции тогда или же допустим вы сходили вверх потоптались тогда пошли до баланса была какая-то реакция но мы пробиваем баланс если мы пробиваем баланс мы уже свечу квартала будем формировать полную там да с откатом или без со шпилями там да то есть вот наша задача будет прийти на 1911-1946 еще раз скажу это условно предварительно сейчас тогда у нас назначение поменяется это предварительно на опережение делаю расчета диапазона немного поменяются цели которые диапазоны сейчас здесь показываю они немножко будут отличаться но нет не очень сильно если эти модели будут у нас так располагаться значит наша задача что если забрать короткий диапазон с 2080 до 1950 можно смело забирать 130 скобоком 100 140 140 получается доллар на 0 0 1 140 доллар на 0 1 это у нас 1400 ну и соответственно 14 вот это движение вот это движение вот он в управлении капиталами то есть в этом диапазоне выгодно искать через свои паттерны через модели через структуру накопления вот в этой такая ситуация что-то в этом вроде да то есть искать уже здесь в этом в этой зоне покупки первая задача первая задача это флэт в рамках квартальных движений первая задача в рамках то есть окончание цикла у нас на квартальном движении вот такие момент так друзья ну надеюсь данный формат полезен сейчас еще разберу надеюсь выделить время на bitcoin в начале года я немножко говорил про цели куда мы можем прийти какие у нас могут быть коррекции отработка более чем на 99 процентов друзья всем успехов всем удачи хороших самое главное следуйте риски всем пока всем пока